Принцип Дерихле То тогда можно было бы разместить так, чтобы во всех клетках было не больше, чем 3. Но если число кроликов превышает число 9, а их 10, то найдется хотя бы одна клетка, в которой кроликов будет не менее 4. В общем, видим. Обобщенный принцип Дерихле звучит так. Если по n ящикам разложить предметы, число которых больше, чем n умножить на k, где k натуральное, то найдется ящик, в котором находится больше, чем k предметов. Задача на обобщенный принцип Дерихле. В классе 37 человек найдется ли такой месяц в году, в котором отмечают свой день рождения не меньше, чем 4 ученика этого класса? Так, ну давайте рассуждать от противного. Допустим, нет такого месяца. То есть есть такие месяца, где 3 человека отмечают свой день рождения, а так, чтобы 4, такого месяца, допустим, нет. 3 человека отмечают день рождения каждый месяц, в году 12 месяцев, значение произведения 36. Вот если бы учеников в классе было бы 36, то тогда могло бы получиться, что нет 4 человек, которые отмечают день рождения в одном месяце. По условию задачи учеников 37, 37 больше, чем 36, значит, мы пришли к противоречию, значит, найдется такой месяц, в котором отмечают день рождения не меньше, чем 4 ученика этого класса. Вторая задача. В ящике 25 белых шаров, 25 черных, 20 синих и 10 красных. Какое наименьшее число шаров нужно взять, не глядя, чтобы среди них обязательно оказалось 10 шаров одного цвета? Все равно какого. Главное, чтобы это было одного цвета. Итак, рассуждаем, начиная со слов, что будет в наихудшем случае. В наихудшем случае вы будете брать шары разных цветов. Вам надо одного цвета, а вы возьмете разных цветов. Вы возьмете 9 белых, то есть нужно 10, а вы возьмете 9 белых, 9 черных, 9 синих, 9 красных. Вот это самый наихудший случай. То есть по 9 шаров каждого цвета вы уже взяли. Вот, и теперь достаточно взять один шар, и он будет десятым. То есть это будет либо 10 белый, либо 10 черный, синий или красный. То есть вот это то наименьшее число, при котором обязательно будет 10 шаров одного цвета. 37. Третья задача. Куртка стоила 2000 рублей. Цена на нее повышалась три раза на 20%. Сколько стоит куртка после третьего повышения? Итак, сначала повышение на 20%. Значит, нужно 2000 умножить на 1,2. Значит, после первого повышения куртка стоит 2400. Чтобы узнать, сколько она стоит после второго, нужно вот эту новую стоимость умножить на 1,2. Вот столько стоит куртка после второго повышения. Ну, а затем 2880 еще раз умножить на 1,2. Вот столько стоит куртка после третьего повышения. Итак, ответ 3456 рублей.